Утро вторника 10.00. Со двора дома на Чингарской выруливает Пижо. Курс прямо через Минскую. Проезжает пешеходный переход и вдруг навстречу мотоцикл. Со слов женщины, двухколесный вылетел как черт из табакерки. На проезжей части стояли припаркованные машины. Заметить байкера было просто невозможно. Я выезжала со двора по прямой. За автобусом еще черный жип. Смотрела, там горел красный. Полностью свободная от светофора до светофора Минская улица. Только я тронулась, может скорость 5 километров. Как в сыровом летел мотоцикл. На какой скорости он ехал? Ну, наверное, километров 150. На место прибывает экипаж ГАИ. Движение по центральной улице города ограничивают на несколько часов. ДТП собирает много зрителей, но еще больше оставляет вопросов. На проезжей части лежат осколки стекла. Байк отдыхает на асфальте. Передняя часть Пижо больше похожа на гармошку. Помят бампер и разбита фара. Мотоцикл пострадал сильнее. Двухколесный навряд ли сможет ездить. Его место теперь на кладбище машин. По оперативным данным, во время столкновения мотоциклист Кавасаки вылетел из сидения на обочину. Водитель авто не пострадала, но испугалась не на шутку. Согласно ПДД, женщина обязана была уступить байку, ведь она двигалась по второстепенной дороге. В результате ДТП мотоциклисту были причинены телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Подобные аварии, к сожалению, не новинка. С начала года на дорогах Бобруйска произошло три таких ДТП. Пострадало четыре человека. Одно из них по вине мотоциклиста. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.